Дорогой слушатель, встречай очередной аудиоспектакль для хорошего настроения. Рассаживайтесь поудобнее, заваривайте чайку, потому что у нас беседы за чаем в семье Погребенниковых, автором которых является главный редактор журнала «Крокодил» Евгений Дубровин. Спектакли выпускаются при финансовой поддержке мецената, нашей слушательницы и доброго друга Регины. Огромное отдельное спасибо! Всю серию спектаклей всегда можно прослушать на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». В отдельном плейлисте «Евгений Дубровин». Там же находятся другие большие произведения автора. Итак, беседа вторая. Что такое любовь? Попа Погребенников только поднес чашку чая к губам, как раздался телефонный звонок. От неожиданности рука главы семьи дрогнула и немного чая выплеснулась в вазочку с сахаром. Ира Ивановна и Славик также вздрогнули. «Кто же это может быть?» Удивилась Ира Ивановна. В воскресенье Погребенниковым редко кто звонил. «Славик, возьми трубку». «Почему именно я?» Спросил Славик. «Потому что ты самый младший». Телефон зазвонил второй раз. Славик не пошевелился. «Именно потому что я младший, я должен быть на побегушках?» Быть на побегушках унизительно. В педагогической литературе пишут, что подростков надо оберегать от унижения. Звонок прозвенел в третий раз. «А ну марш к телефону!» Рявкнул Виктор Степанович. «Совсем распустился его королевское величество!» «Пока этот лобер раскачивается, наверное, это мне опять что-нибудь случилось». Инспектор Погребенникова торопливо побежала к телефону. «Алло! Кого? Дома! А кто его спрашивает? Таня? Ах, знакомая! Сейчас! Славик, тебя к телефону!» «Вот черт!» — выругался младший Погребенников. «Даже чаю не дадут попить!» Славик поставил чашку и ворча, как старик, шаркающей походкой поплелся к телефону. «Ну, чего тебе?» — спросил он. «Даже в воскресенье покоя нет. Зачем?» «Еще чего не хватало. Забирай ты его и подавись. Мало ли чего. Я тебя не просил. А мне начихать? Я категорически против. Мало ли чего не можешь. Меня это не касается. Твои родители... Ты имей распоряжайся. Мои не потащатся никуда без моего разрешения. Поняла? Вот так. Упади и затихни. Все». «Славик бросил трубку и вернулся за стол. Уши его горели». «Что случилось?» — спросила мама Погребенникова. «Ничего». — буркнул Славик, опять принимаясь за чай. «Звонила одна дура. Делать ей нечего». «Ты очень грубо разговариваешь с девочками по телефону». Заметила мама Погребенникова. «Я уже не первый раз это слышу. Это очень некрасиво. Мужчина должен быть рыцарем». «Славик ничего не ответил». «Он груб от рождения», — сказал ученый. «Он груб патологически». «Это потому, что ты совсем не занимаешься его воспитанием». Ира Ивановна подлила всем чаю из фарфорового чайника. «Отец должен показывать пример в этом отношении». «А почему не ты?» — спросил папа Погребенников. «Отец ближе к мальчику. Если бы у нас была девочка, я бы учил ее всему. Она бы брала пример с меня во всем. Это же Лохматик копирует тебя». «Ну, началось!» — поморщился Виктор Степанович. «Ты все ухитряешься оборачивать в свою пользу. Не надо фальсифицировать. Грубость вполне может происходить и от тебя. Ребенок почти не видит матери. Уезжаешь чуть свет, притаскиваешься глубокой ночью. Только и видим тебя в выходные. А если видим, то мало радости. Только и слышишь про браконьеров, рыбу, трупы лосей. У тебя даже не находится времени, чтобы купить мне овсяное печенье. Я уже почти месяц сижу на каких-то непонятных хлебцах. А в овсяном печенье содержится сто или больше компонентов. Американский миллионер не сядет за стол без овсяного печенья. «Ты тронулся на своем овсяном печенье». Младший погребенников принялся пить чай со звуками. Запрокинув голову, он попытался исполнить тирольскую песню. Ира Ивановна поморщилась. «Какой ты все-таки испорченный мальчишка. Даже за столом не можешь держать себя прилично». Его Королевское Величество выпил чай, перевернул чашку, поставил ее на стол и щелкнул по донышку. «Это я, чтобы заглушить ваше нудение. Старики, кончайте базарить. Есть серьезное дело. К нам едут спортсменцы спортсменкой». «То есть?» Уставилась на сына мать. «То есть не перетоесть. А так оно и есть. Уже в пути. Слышали? Танька сейчас звонила. Она с ними ничего не смогла сделать. Спортсмены, твердые люди». «Ты что-нибудь понимаешь?» Спросила Ира Ивановна мужа. Глава семьи ничего не ответил. «Ты, конечно, шутишь». Строго сказала мама Погребенникова. «Какие могут быть шутки?» Буркнул Славик. «Нинуть через пятнадцать будут здесь. У них своя машина. Так что готовьтесь к дурацкому разговору. А я рву когти». Славик сделал попытку улизнуть из-за стола, но отец ухватил его за руку. «Постой. Кто и зачем к нам едет?» «Я же сказал, едут Танькина родитель, спортсмены, за панасоником и еще кое-зачем. Услышите? Уши завянут». «Значит, это их панасоник?» «Значит, да». «А чего ж ты врал?» «Я же не знал, что из этого возгорится такая история». Японский магнитофон-приемник «Панасоник 5110» появился в семье Погребенниковых недели две назад. Однажды Виктор Степанович возвратился домой из института, а из комнаты несется какофонная музыка, виск и нахальная иностранная речь. Папа Погребенников, удивленный до нельзя и даже слегка испуганный, вбежал в комнату и увидел поразительную картину. Его сын стоял униженно на коленях, смеялся и дергался, как ненормальный, а перед ним на диване возвышалась чёрная, сверкающая всеми цветами радуги коробка, которая издавала музыку, виск и иностранную речь. Увидев отца, сын радостно закричал. «Старик, это Панасоник! Тысячу рублей стоит!» Бедный энтомолог слегка растерялся. «Ты где его взял?» Спросил он строго. «Выменял на марке». «Что? На марке? Тысячу рублей?» «Да, на месяц. С одной девчонкой поменялись. У неё отец очень богатый. У них и машина есть, и мебель югославская. А сейчас вот Панасоник купили. Тысячу рублей стоит». Младший Погребенников произнёс всё это радостным голосом, продолжая дёргаться и кривляться в такт музыки. «Немедленно!» Закричал Виктор Степанович, пытаясь донести сквозь легкомысленный виск строгость голоса. «Немедленно отнеси эту гадость назад и никогда больше не смей приносить без моего разрешения чужие вещи!» «Это честный обмен!» Славик продолжал приплясывать. «У нас все в классе обмениваются. И вообще, старик, перестань быть собственником. Сам же знаешь, постепенно частная собственность исчезает. Так чем быстрее, тем лучше». «Выключи какофонию!» Его Королевское Величество защёлкал клавишами. «Это дорогая вещь!» Продолжал Папа Погребенников уже в тишине. «Если ты её сломаешь, то платить за неё я не намерен». «Мы честно поменялись с этой девчонкой. Если я сломаю Панасоник, то она порвёт мои марки». «Что за бред!» Взорвался Виктор Степанович. «Марки!» «Кому нужна твоя потрёпанная дрянь?» «Попрошу не оскорблять мою коллекцию». Сделал вид, что обиделся младший Погребенников. «У меня есть уникальные экземпляры. За одну марку мне сто рублей давали». «Да я и не согласился. Я решил собирать коллекцию всю жизнь, а после смерти отдать в музей». На самом деле марочная коллекция Славика представляла собой груду рваных марок, которые всюду валялись по квартире, лезли в суп, липли к хлебу, мельтишили по комнате, как бабочки, когда пылесосилась квартира. Вспомнив коллекцию, глава семьи не смог сдержаться и начал ругаться. Славик покорно слушал, и это настолько удивило Виктора Степановича, что он быстро закруглился и умолк. Но как только он замолк, ругань опять зазвучала в квартире. «Мне нужна твоя потрёпанная дрянь?» «Мне нужна твоя потрёпанная дрянь?» Его слова, его голосом. Старший Погребенников не сразу догадался, что сын записал его на «Панасоник», хотя учёный выражался вполне интеллигентно, но всё же было неприятно слышать собственную ругань со стороны. «За последствия я не отвечаю», — сказал Виктор Степанович и отправился на кухню варить борщ. Трудно в это поверить, но кривое браконьерство в районе зависело от борща, сваренного Виктором Степановичем. Ибо не варён борщ, жене пришлось бы уходить раньше с работы, что сказалось бы сразу на браконьерстве в районе. Поздно вечером пришла усталая, пахнущая какими-то реактивами Ира Ивановна. Она почти сутки провела в лаборатории, где делался срочный анализ крови убитого браконьерами лося. И, узнав про «Панасоник», тоже стала сердиться. Мама ругалась менее интеллигентно, и когда ругань была воспроизведена, впечатление получилось очень тяжёлое. Лицо Славика сияло. Несмотря на усталость с родителей, старший Погребенников прочитал сегодня две лекции, сходил в три магазина, сварил борщ и помыл полы в кухне и коридоре. Дискуссия о судьбе «Панасоника» продолжалась до глубокой ночи. В конце концов, было решено. Первое. Найти эту легкомысленную девчонку, прочитать крепкую мораль и вернуть приёмник. Второе. Сообщить в школу председателю родительского комитета Марии Степановне. Третье. Провести срочную ревизию личных вещей Славика на предмет изъятия не принадлежащих ему предметов. И если таких вещей наберётся порядочно, то надрать отпрыску уши. Однако утром маме Погребенниковой позвонили из отдела и сообщили, что в её районе произошло сразу два ЧП. Ира Ивановна умчалась ещё до восьми утра и вернулась во втором часу ночи. Виктор Степанович же совсем замотался между лекциями, диссертацией и домашним хозяйством. «Панасоник» был забыт, тем более, что больше на глаза он не попадался. В семье Погребенниковых наступила тишина. Но тишина эта была обманчивой. Однажды Виктор Степанович пришёл из овощного магазина и увидел разбросанные по дивану части «Панасоника». Над останками приёмника нависли лох моего королевского величества. Папа Погребенников где стоял, там и сел. Качан капусты покатился по ковру, как отрубленная голова. А выяснилось, что «Панасоник» сгорел, и Славик пытается починить японскую аппаратуру, мобилизовав все свои знания по физике. Три с минусов четверти. «Он сам сгорел», — буркнул Славик озабоченным голосом. «Работал нормально, а потом раздался треск и пошёл дым. Иностранная аппаратура вообще непрочная». Доверчивый Виктор Степанович сначала, конечно, сильно ругался, но затем сам взялся починить «Панасоник», хотя не имел вообще никакого опыта в этом деле. Потом махнул рукой и тоже стал ругать непрочную иностранную аппаратуру. Однако, когда вечером вернулась с работы Ира Ивановна, ей ничего не стоило, как первоклассному следователю по раскрытию браконьерских преступлений установить истину. Младший Погребенников раскололся за 15 минут. Оказывается, любознательный восьмиклассник пытался уловить сигналы только что запущенного спутника. С этой целью Славик подключил к «Панасонику» телевизионную антенну общего пользования. Более того, он обмотал антенну приёмника для большей чувствительности медной проволокой и включил один конец в сеть. Тут-то «Панасоник» не выдержал и задымил. Неделю после этого Виктор Степанович, забросив диссертацию и домашние дела, мотался по всему городу в поисках мастера, который смог бы вернуть к жизни «Панасоник». Не было сопротивлений, транзисторов, сплава, не было ещё чего-то. Бедный энтомолог оброс бородой и похудел. Он стал разговаривать во сне, употребляя английские слова и сложные технические термины. Мама Погребенникова тоже со своей стороны делала, что могла. Кривая браконьерства в районе поползла вверх. Лишь Славик по-прежнему пытался исправить приёмник своими силами. Он приходил из школы, не раздеваясь, направлялся к дивану, где лежал завёрнутый в тряпочку «Панасоник». Молчаливый и неподвижный, как покойник, и начинал ковырять в нём отвёрткой. Срок, когда заканчивался обмен с легкомысленной девчонкой, истекал. И вот хозяева «Панасоника» уже в пути. «Ты будешь присутствовать», — сказал папа Погребенников, держа сына за рукав. «Вы взрослый, вы договариваетесь. Ребёнку нечего лезть во взрослые дела», — сказал сын басом и дёрнулся. «Нет, хватит прикидываться ребёнком», — закричал папа Погребенников. «Нашкодилы в кусты. Я тебя предупреждал». «Ты несёшь уголовную и моральную ответственность», — поддержал Ира Ивановна мужа с правовой стороны. «Вон таракан!» — воскликнул Славик. «Где таракан?» — удивились Погребенниковы. «На потолке!» — глава семьи вперил взгляд в потолок и утратил бдительность. Младший Погребенников дёрнул руку и выскочил из квартиры. Хлопнула дверь. Наступила тишина. «Что же мы им скажем?» — спросила Ира Ивановна после некоторого молчания. «Придётся платить. Папа Погребенников пожал плечами. Я знал это с самого начала». «Неужели он и вправду стоит такие деньги?» «Да», — сказал Виктор Степанович. «Я видел в комиссионном. Опять наступило молчание». «Это предел», — сказал Ира Ивановна. «За него надо браться, контролировать каждый шаг». «И пороть старый, но верный способ». «Он с нами совсем не считается. Что хочет, то и делает. Нанести такой убыток». «И как людям в глаза смотреть? Скажут, каков сын, таковы и родители». «Наверняка скажут. Да ещё спортсмены. У них-то уж в семье порядок». «Правда, их девочка сама...» «А что девочка? Доверчивая, добрая. Нажабол-то с хоть у кого что хочешь выклинчик». «Вдруг они разум вздрогнули. В прихожей раздался звонок. Звонок был длинный и какой-то зловещий». «Я пойду открою». «Почему-то шёпотом сказала мама Погребенникова». Ира Ивановна поспешила в прихожую. У неё был заранее извиняющийся вид. Лязгнул замок, послышались приглушённые голоса, шаги. «Пахнет крепким чаем». Раздался громкий густой голос. «И тортом». Поддержал массивную фразу, словно подпорками мелодичный женский голос. «Может быть, вы хотите чаю?» Спросила мама Погребенникова заискивающая. «Не откажемся, сморозься», прогудел мужчина. «Проходите в комнату, я сейчас». «Зачем в комнату? Пахнет из кухни. Вот на кухне и попьём. Поместимся». «У нас кухня большая, но как-то неудобно». «Ничего, неудобно в гробу в белых тапочках». Виктор Степанович едва успел застегнуть пижаму, как дверь распахнулась от уверенного жеста, и кухня заполнилась большим человеком. Человек был красен лицом, усат. За ним виднелась совсем молодая женщина в длинном модном платье. Папа Погребенников медленно поднялся и почему-то вытянул руки по швам. «Демьянов Петр Петрович, болец». «Очень приятно. Погребенников Виктор Степановича, кандидат наук, энтомолог». «Майя Тихоновна, гимнастка». «Очень приятно. Кандидат наук, энтомолог». Рука у Петра Петровича была крепкой, грубой. У его жены слабой, нежной. «Милости просим садиться за стол». Пригласил Виктор Степанович какой-то витиеватый, противный его лексикону фразой. Все разместились за столом. Ира Ивановна подала новые приборы, поставила на огонь чайник и улизнула из кухни. Наверное, переодеваться. Погребенников же вынужден был остаться. Он чувствовал себя очень неловко в пижаме, причем не очень новый. Однопывица, самая верхняя, была вырвана с мясом во время очередной схватки с его королевским величеством. И так и не пришита из-за недостатка времени у инспектора Погребенниковой. Воцарилось неловкое молчание. «Погода стоит удивительно хорошая», — сказал ученый Погребенников. «Совершенно точно», — согласился борец Демьянов. «Самое время кататься на лошади». «На какой лошади?» — удивился Виктор Степанович. «Верху ом», — пояснил спортсмен. «А-а-а». Погребенников немного подумал. «Вы не катаетесь?» «Я бы катался, но нет лошади». «Ну, у нас с Майей Тихоновной есть лошадь. Днем она обслуживает стадион, а вечером мы на ней катаемся. Очень, знаете ли, помогает от всяких болезней. Верховая езда заменяет и академическую греблю, и бег трусцой, и велосипед». «Еще бы, конечно», — согласился кандидат наук. Он совсем был подавлен этой лошадью. Пришла нарядная Ира Ивановна и села за стол. Она, корая муха, слышала разговор. «Эти лошади», — сказала она, — «страшно цокают копытами. Прямо голова раскалывается». «Где цокают?» — удивился борец Демьянов. «Их же всех давно перевели». «Ну, иногда ведь ездят. Сегодня ночью какая-то цокала. Машины больше шумят». Заметила гимнастка Майя Тихоновна. «Не люблю дипломатии», — сказал Петр Петрович, и отхлебнулась чашки. «Давайте напрямую начнем варить кашу». «Давайте», — сдрогнул Виктор Степанович. «Такой мерзавец, такой». Мама Погребенникова обхватила лицо руками. «Одни неприятности. Хоть бы раз какую-нибудь радость принес». «Мужчина», — сказал борец Демьянов. «Сначала неприятности, а приятности потом. У женщин наоборот». Гимнастка Майя Тихоновна покопалась в сумочке. «Вы нашу-то видели?» «Кого вашу?» — не понял Погребенников. «Таню». «Таню...» «Нет». «Вот она какая! Красавица!» Жена борца протянула фотокарточку Ире Ивановне. Та растерянно взяла. «Да, действительно приятная девочка. Пусть ваш муж вас смотрит». Погребенников поднес карточку к глазам. На него игриво смотрела девочка, почти девушка, с распущенными по плечам волосами, с сережками в ушах. «Симпатичная», — пробормотал кандидат наук. «И взгляд умный». «Отличница! А хозяйка какая! Посуда на ней, цветы на ней, ванны на ней, и за молоком всегда ходит». Борец Демьянов допил чай. «В общем, как говорили в старину, у нас товар у вас купец. Ха-ха-ха». Наступила пауза. «Не понимаю», — честно сказал Погребенников. «Разве вы ничего не знаете?» — спросил борец, вдел в ручку чашки палец и стал рассеянно крутить ее. «Про панасоник», — спросил Виктор Степанович. «А что панасоник?» «Ну, что он сгорел?» «Разве он сгорел?» «Сгорел». Борец Демьянов небрежно махнул чашкой. «Ну, это мелочь, починим. У меня есть знакомый мастер. Космический корабль починит». У кандидата наук упало сердце. «Если не панасоник, тогда что ж еще? Неужели он вам так ничего и не говорил?» Удивился борец. «Про... про... про что?» «Наши дети помолвлены», — воскликнула гимнастка Майя Тихоновна. Наступило очень длительное молчание. Только слышались чмокающие звуки, которые издавал борец, высасывая остатки чая из пустой чашки. «Вы, конечно, шутите!» Смог, наконец, вымолвить энтомолог. «Они их, правда, ничего не знают», — сказала гимнастка Майя Тихоновна. «Наши дети давно дружат и решили со временем пожениться. Ваш сын был у нас. Мы ему подарили обручайное кольцо». «Не понял», — опять честно сказал Виктор Степанович. «Не понял». «Панасоник». «Что «панасоник»?» «Панасоник и есть обручайное кольцо. Мы подарили вашему сыну панасоник». «Теперь уже абсолютно ничего не понимаю», — мотнул головой Виктор Степанович. «Ведь они поменялись на месяц, на марки». «Какие там марки, все это туфта!» Он обманул вас. «Я не люблю ходить вокруг да около», — сказал борец. «Вы мне скажите прямо и честно, да или нет. Будем варить кашу?» Майя Тихоновна поморщилась. «Петя, перестань, это грубо. Заладил. Каша, каша». «Так, это серьёзно?» — спросила Ира Ивановна. «Серьёзнее быть некуда». Который раз наступило молчание. «Я не люблю ходить вокруг да около. Давайте без намёков. Будем кашу варить или нет?» Гимнастка Майя Тихоновна перебила мужа. «Кончай со своей кашей. Перейдём к практической стороне дела. Сколько вы даёте за своим махламоном?» «Чего?» Опять не понял Виктор Степанович. «Тугриков, разумеется. Мы за Танюшей даём десять, не считая барахла, конечно. А вы? Учтите, надо строить сразу двухкомнатную. Пока то да сё. Глядишь, и внуки пошли». «Пятнадцать должны», — сказал борец. «Мальчишка всё-таки, глава семьи». «Но у нас нет таких денег». Непроизвольно вырвалась у Иры Ивановны. «Как это нет?» — поразился Демьянов. «Да так, нет и всё, не накопили. Но ваш муж учёный!» Воскликнула гимнастка Майя Тихоновна. «Ну и что, что учёный?» — пробормотал Виктор Степанович. «Мало ли, что учёный». Некоторое время все сидели молча. Папа Погребенников даже немного покраснел. Ему было стыдно, что у него нет пятнадцати тысяч. «Он все деньги тратит на покупку жучков», — сказала мама Погребенникова. «Каких жучков?» — опять поразился борец. «Ну, таких обыкновенных древоточащих. Они очень дорого стоят. Надо их собирать на деревьях, потом держать в банках, корми, чистить за ними. Очень дорогое удовольствие». «Да», — сказал спортсмен. Гимнастка поставила на стол чашечку. «Значит, мы вам не подходим?» «Вот ещё», — горячо воскликнул Виктор Степанович, глядя на гимнастку. «Откуда вы взяли? Вы нам очень-очень нравитесь». Ира Ивановна бросила на него выразительный взгляд. «Просто у нас нет денег», — сказала она. Борец поднялся. «Да вот что», — сказал он сердито. «Я не привык ходить вокруг да около. Я вижу, с вами каши не сваришь. Не хотите, не надо. Найдём других. Сидите на своих деньгах». «Да... да... 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 на каких деньгах?» — заикнулся папа Погребенников, но Демьянов его оборвал. «Давайте, Панасоник. Ремонт, разумеется, за ваш счёт». Гости оделись и, не попрощавшись, ушли. Борец бережно прижимал к груди обручальный Панасоник. Вечером, узнав содержание беседы с родителями Тани, Славик сказал. «Из чего захотели? Пятнадцать тысяч. Поэтому и Панасоник мне всучили. Какие же жуки оказались? А Таника? Я-то думал, она просто так, из-за интереса со мной ходит. А она, оказывается, из-за пятнадцати тысяч. Ну и коварные же бабы». Весь вечер Славик мрачно смотрел телевизор, а ложась спать, обнаружил на полу антенну от Панасоника и золобно выбросил её в мусорное ведро. Так закончилась Славкина первая любовь. С любовью и уважением к слушателю. Для вас читали Костя Суханов, Майя Суханова и Алексей Роу. Все книги Евгения Дубровина на YouTube-канале «Актер Костя Суханов» в отдельном плейлисте «Евгений Дубровин». Ну и, конечно, множество других хороших книг для вас. Мой дорогой слушатель, ты именно тот человек, для которого я прочёл очередную аудиокнигу. Естественно, как всегда, с любовью и уважением. Ни для кого не секрет, что мы делаем аудиокниги бесплатно. Мы – это ты и я. Только благодаря твоей поддержке это и возможно. Отдельное огромное спасибо тем, кто позволяет мне зарабатывать, озвучивая рекламу или поздравления, или даже оплачивая производство целых книг. Таким образом, мы оставляем свой след в истории. Ведь книги вечны. А все желающие могут послушать книги действительно хорошего качества, абсолютно бесплатно. Я получаю огромное количество благодарности от людей с ограниченными возможностями, которые не могут позволить себе оплачивать. Но благодаря нам, тебе, мне и остальным людям, которые хотя бы 10 рублей не пожалели на производство новой книги. Я абсолютно каждому действительно от всего сердца благодарен и посылаю свою добрую энергию. Каждая копейка идёт в дело. Ничего не расходуется. Просто так на праздное удовольствие. У всех разная мотивация. Кто-то помогает мне с мамой и шлёт ей добрые приветы. Кто-то и не знает об этой ситуации, да и ни к чему. Каждому огромное спасибо. Поддержать выход новых аудиокниг, стихов, очень просто. Любая посильная помощь. Перевод по номеру телефона на Сбербанк, Тинькофф, Яндекс.Банк, Юмани. И для жителей всего, абсолютно всего земного шара, несмотря ни на какие политические обстановки, всегда работает Бусти. Там вы не только можете послушать и скачать аудиокниги, они бесплатны для всех, но и поддержать меня как исполнителя. Ссылки есть всегда на всех официальных ресурсах, где я выпускаю свои книги. Плюс семь. Девятьсот один. Девятьсот пятнадцать двадцать семь восемь восемьдесят восемь. Номер телефона, по которому можно отправить перевод. Он же WhatsApp, Telegram. И открыт для общения, и открыт для предложений всегда. Огромное спасибо за поддержку лайками, комментариями, на каждый из которых я отвечаю лично. Особенное спасибо, если делитесь аудиокнигами. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов. Субтитры сделал DimaTorzok